Сегодня глава республики Михаил Игнатьев провел совещание по вопросу, который в равной степени волнует и правительство, и граждан. Уровень заработной платы бюджетников. Здесь есть над чем работать, отметил глава республики. Рабочая встреча главы республики с министрами началась с доклада Михаила Ноздрякова, который отметил рост заработной платы за первое полугодие по всем бюджетным учреждениям Чувашия. В сравнении с 2012 годом на 39% у работников образования, на 63% у педагогов дошкольных образовательных учреждений. У врачей и среднего медперсонала зарплата выросла на 16%, а у младшего на 44%. У работников культуры на 14% и социальных работников на 51%. Исходя из прогнозной величины среднемесячной заработной платы по субъекту, 18 129 рублей обеспечили выполнение всех индикаторов. Единственный индикатор, который у нас не выполняется, это соотношение средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования. Поскольку в сфере общего образования зарплата выросла существенно выше прогнозного значения. Конечно, небольшое отставание есть. Но для нас показательно не столько второй квартал, а сколько третий, потому что в целом по 9 месяцам мы рассчитываем получить те реальные цифры, показатели, на которые мы должны выйти. На заседании было отмечено, что из шести муниципальных образований самая высокая зарплата в Валиковском районе, а самая низкая в Ибресинском. Из-за чего? Мы неравномерно расставляем. У нас же подушевое финансирование на ребенка или на человека. Или на уровне муниципалитета вот эти перегибы происходят. Я хочу понять для себя. Методика есть, субсидии рассчитываются и прямыми деньгами в полном объеме доводятся до муниципалитета. Мы эту тему специально проверяли. Мы начали с городов. То есть мы проверяли в течение 2012 года город Чебоксары, город Минучебоксарск, Алатарь, Канаш. Некоторые отклонения были. Некоторые отклонения были. И мы в этом году повторную проверку провели своими силами. И, в общем-то, порядок навелели. Разницы не должно существенную различать. Исходя из этого, давайте на уровне Кабинета министров рекомендательного характера подготовим. И, по крайней мере, предложим муниципалитетам выравнивать эту заработную плату на уровне правительства, используя рычаги межбюджетных трансферных отношений. В сфере здравоохранения тоже не обошлось без разницы в заработной плате сотрудников. Но здесь все под контролем. Республиканская клиническая больница, условно говоря, естественно, зарплата чуть выше, чем в среднем по Чувашской республике. Например, 30 тысяч для врача. А по остальным учреждениям внутри одного уровня заработной платы среди категорий работников мы стараемся отслеживать персонально. В Министерстве культуры тоже отмечен положительный рост зарплаты сотрудников и обошлось без жалоб. А учреждения подведомственные Министерства образования и здравоохранения ждут выборочные внеплановые проверки. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.